Внимание! Данный видеоролик может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, алкоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды и нецензурное выражение и брань. Поэтому оно не рекомендовано для просмотра лицам несовершеннолетним, кормящим и беременным женщинам, да и вообще никому. Дамы и господа, доброго времени суток. Готика Сократ вас беспокоит, это игра Warpass, 19 сервер, вышло долгожданное обновление 6.0, в котором нам пробустили пехоту, сделали определенные изменения, о них я говорил естественно на предыдущем ролике, какие они будут. И вот пришло время тестов, что реально изменилось в боевых условиях. Мы сделали огромное количество тестов против элек, мбшек, ашек, сашек, арты, бомберов и катюш. Ну то есть против всех видов техники мы сделали тесты на моей пехоте 8.2. Больше сделать я ее пока не могу, не хватает прототипов, но в принципе результаты тестов меня уже поражают. А в какую сторону вы узнаете в этом видео. Ну и для начала я хочу сказать отдельное спасибо Альянсу Други с 6 сервера за проведение тестов, за помощь в тестах. А именно, как вам блядю, Штырлицу, Майору Штырлицу, Белому, ну и Кранку конечно же, за то, что они помогли провести эти тесты. Я уже запилил этот ролик со всеми тестами и так далее. Здесь я не буду их вставлять, вы можете мне поверить на слово, судя по всему, по всем моим предыдущим роликам. Тесты проведены на технике 8.2 пехоте моей, с максимально прокачанными технологиями, с золотом плюс-плюс, 1, 1 запчасть и 4, плюс обычных золотых плюсов. Ключи у нас использованы на 50, то есть 50 раз мы использовали ключи. Против техники 9.1, против техники 8.0 и 9.1, да, и то же самое с вертолетами, с ЛТшками, Маусами и так далее, так далее. Значит, суть тестов такова. Пехота настолько играбельный юнит, что может спокойно конкурировать с МБ, вертолетами и другими видами юнитов. Она живет сейчас больше, чем вертолет против артиллерии. Она сейчас может спокойно уничтожать МБ, вертолеты на несколько уровней выше. В данном видео, вот в данном фрагменте, вы видите, как максимально прокачанный МБ 9.1 с максимальными ключами и технологиями, да, соответственно, сносится, сносится пехотой. То есть, получается, что я теряю где-то в среднем 13, 15, ну, может быть, 20 резервов, но при этом уничтожаю МБ и дальше еще и вертолет без пополнения резервов. Что изменилось в пехоте? Ей добавили 200% урона против бронированной техники. Но, мы знаем с вами, что, допустим, у элек нету брони, но эльки, как картон, улетают сразу домой. Сразу. И неважно, какая элька, 8.0, 8.1, 9.0, поэтому, если вы элькой играете и видите пехоту, бегите, бегите. Элька улетит от пехоты быстрее, чем от арты. Это первое. Второе. Пробитие танков, маусов, на которых сидит Галя или сидит Графиня, которая кидает щит, замедляется в разы. То есть, чтобы ваш танк выжил против пехоты, нужно сажать Графиню или Галю. Почему, вы меня спросите, а я вам отвечу. Потому что пехота наносит непрерывный урон каждую секунду. Вот обратите внимание, она встала в бункер, сразу начала стрелять, сразу. И у нее нету перезарядки, вообще. Соответственно, пехота наносит постоянный урон каждую секунду. А Галя кидает щит, и весь этот урон будет уходить фактически в щит. Начиная с версии Мауса 8.1, на которой сидит Галя или Графиня, вы будете убивать друг друга очень-очень долго. Во-первых, Маус и МБ не может пробить пехоту. А за счет щита увеличивается их жизнедеятельность, назовем это так, да, сроки жизни. Если против вас МБ, вертолет, Элька, Маус, на которых нет Графини, кидайте пехоту спокойно. Она выживет. Более того, она даже снесет все эти резервы. Против артиллерии, если вы бежите на артиллерию, да, то есть вы не стоите в бункере, а бежите на нее. Вы тоже можете выжить против двух артиллерий, которые слабее вас. В данном случае это будет 8.1. Если у вас пехота 9.0, то вы сможете выжить против двух артиллерий, соответственно, 8.2. Залпов она переживает на 18 секунд от артиллерии 8.2. Пехота против артиллерии 8.0, то есть пехота 8.2 против артиллерии 8.0 переживает 37 секунд, что на 9 секунд больше, чем вертолет 9.0. То есть вертолет 9.0 живет на 9 секунд меньше, чем пехота 8.2 против артиллерии. Это смешно. Но за счет чего такие показатели? В пехоте добавили бонусы. Вы мне скажете, американская арта кидает, ой, американская пехота кидает дым и может там спокойно на 1 секунду, даже на 1 секунду 25 соток, может спокойно обезвредить врага, бла-бла-бла-бла. Это все приятно и это все здорово. Это классный бонус увеличения урона у немецкой пехоти. Но это на фоне того основной деятельности пехоты, которая должна делать. Это впитывать урон от танков и вертолетов, как можно меньше терять резервов. Советская пехота самый лучший вариант. Во-первых, у нее больше здоровья изначально, то есть по своему классу. Советская пехота имеет повышенный коэффициент здоровья. После выхода обновления 6.2 в технологиях нам добавили 5% снижения урона по пехоте. Эти дымовые шашки от американской пехоты лучше прокачайте американскую артиллерию, лучше прокачайте эльку, лучше прокачайте американский бомбер, на крайняк американское МБ, но не качайте американскую пехоту. Это одна секунда дыма, который нафиг не нужен на поле боя, который идет быстро, мобильный. Бой всегда динамичный, боя нет статичного. Это дым, который вы кинете на одну секунду в этой волне, никто не заметит этот пук в воздухе. А пехота должна в стоке иметь больше здоровья. У пехоты нет брони вообще, у пехоты основной показатель здоровья. Поэтому, дамы и господа, другие подруги, да, братья и сестры, как говорится, максимально бустите здоровье пехоты. Все ее модификации, запчасти, золотые, да, там, золото плюс-плюс на здоровье, очки здоровья. Урон пехоте на данный момент, на данный момент достаточно, достаточно. Она может, как видите сейчас, стоять против двух 9.0 одновременно, ни в чем себе не отказывать, и потратить 13 резервов, чтобы забрать 200 резервов врага. 204 резерва врага мы забираем, пожертвуя своими 13 резервами. Выходить из будки, наконец-то можно пехоты, да, кидать ее в МБ-отряды. Теперь, и я надеюсь, в будущем пехоту в дальнейшем будут развивать, она уже может идти наравне, наравне в отряде вместе с МБ, вместе с артой, с вертолетом. Последний момент, который вы меня спросите, тогда в чем теперь фишка вертолета? Вертолет убивает МБ с такой же скоростью, как и пехота, представляете? Пехота с вертолетом на одной и той же волне, с одной и той же скоростью. Но при этом вертолет получает больше урона от МБ и больше урона от арты. В чем фишка вертолета? Вертолету после выхода обновления 6.2 изменили скорость приземления и скорость атаки, да, то есть вертолет теперь быстрее приземляется, быстрее начинает стрелять. Но основная фишка вертолета это перелететь через горы, через речки, а в Каире, мы с вами знаем, карта такая, что вертолеты прям легко заходят. И основная задача вертолетов это вырезать вражескую арту и вырезать отряды МБ. В данном случае вертолет соправляет свои функции лучше, чем пехота. Пехота не сможет через всех врагов там проникнуть быстренько, там к артиллерии начать ее бомбить. Пехота не сможет быстренько начинать валить отряды МБ, потому что не будет массового использования пехоты. Не будет 15 юнитов пехоты бегать против 15 юнитов МБ. Такой физически в игре не будет. Не будет столько желающих качать пехоту. Но как разнообразие, 1-2 юнита, 3 максимум, на отряд пехота нужна. Для чего? Для предотвращения захода с фланга вражеского отряда. Вы много раз видели в игре, когда идет большая волна или идет волна врага, сталкивается с вашей волной. Вот вы уже лоб в лоб деретесь. И где-то сбоку, с краю какой-то отряд летит, просто летит на вашу арту и заходит с фланга. Для этого и нужна пехота, чтобы встать перед артой. И когда враг начнет атаковать вашу арту через автоатаку, 2-3-4 юнита танка вертолета сагрятся на вашу пехоту. И ничего ей не нанесут. Никакого урона. Пехота теперь 100% играбельный юнит. Слава богу, разработчики, наконец-то, спустя полтора года моих слез, соплей и мольбы помощи о том, чтобы они улучшили пехоту, это сделали. И теперь наравне с МБ, наравне с вертолетом, может быть даже наравне и с Маусом, пехоту выпускать в поле. Можно ли пехоты танковать будки? Если вы танкуете будки МБ и Маусом, то в принципе можно. Если вы, точнее, нет смысла. Если вы танкуете будки отрядом вертолетов, то пехота в этом плане лучше справится. На данный момент прям танковать-танковать пехотой будки бесполезно. Бесполезно. Но лучше, чем было раньше. Против пушек Скорпион и других пушек в Каире пехота выживает лучше всего. Но танковать пушки нужно пехотой. Против бомбардировщиков всех видов, точечных, неточечных, любых бомбардировщиков, пехота самый лучший вариант в игре. Ни один бомбардировщик, какой бы уровень он ни был, 8-1, 8-2, 20 миллионов, 25 миллионов, он не наносит урон пехоте вообще никакого. Ноль. Ноль урона. Ну, урон может есть. Ноль резервов. Запускали 5 американских бомбардировщиков и 3 точечных бомбардировщика в эту пехоту. В общей сложности получилось 4-5 жирных бомбардировщиков. Ноль слитых резервов. Экономия резервов, уничтожение врага, максимальная эффективность. Вот что случилось с пехотой после выхода обновления 6.20. Последний вопрос, который вы можете мне задать. Что же прокачивать? Какой юнит выбрать? Вот у меня, например, есть 7-1 МБ, 7-1 вертолет или 7-1 пехота. Что же из них мне сделать 7-2 и развивать дальше? Я бы выбрал то, что необходимо вашему альянсу. А вашему альянсу необходим баланс сил. Помните это в первую очередь. Если вашего альянса большинство игроков сидит на МБ, то и у вас не хватает для полного отряда вертолетов, несколько вертолетов, качайте вертолет. Если у вас не набирается полный отряд МБ, качайте пехоту. Если у вас целая куча маусов и арты, и вы еще застряли в 2021 году, и до сих пор думаете, что этим стаком можно доминировать. Нет, нельзя. Посмотрите карту Каира, 4-го города, в котором я нахожусь. Мы захватили все. От пирамиды до сраной лаборатории. Все награды, которые можно получить в Каире, мы получили. Ну, получим через 2 дня. Почему? Баланс сил между всеми юнитами. Соблюдаем нашим альянсом. Истребитель, бомбардировщик. Истребителей больше, бомбардировщиков чуть меньше. МБшек больше всего, чуть меньше вертолетов. Маусов, маусов как таковых, должно быть максимум штук 10 на весь альянс 200 человек. Если у вас в альянсе 100 человек, маусов штук 5 должно быть. Все. Маусов не надо делать. Надо сделать 1, 2, 3, 4 мауса жирных. 9, 0, 9, 1. Максимально жирных маусов. И все, больше не надо. Все остальные юниты это пехота, вертолет, МБ. Для абсолютно разных целей. Моя душа больше топит за пехоту. Полтора года я топил за пехоту. И, соответственно, буду продолжать это делать. Если бы у меня сейчас не было Катюши, я бы не любил этот класс играть Катюшей, наверное, пехоту бы я сделал сейчас 9-1. Разобрав вертолет, разобрав на прототипы Катюшу, наверное, бы я сделал пехоту 9-1. И играл бы только пехотой в отряде. Создавал бы отряды МБ, вертолетов и играл бы только так. Пехота может наносить, наносить вражеским резервам урон. Спокойно может переживать несколько видов юнитов одновременного нападения, имея градацию ниже. Еще раз повторю. Пехота 8.2 против двух юнитов 9.1 выживает и наносит урон и теряет 20 резервов. Если мне тут сейчас скажут, МБ-9.2 может весь отряд завалить других МБшек. МБ-9.2 это 46 миллионов силы под бустами. Если пехота будет 46 миллионов силы под бустами, она сама разложит все отряды. В данный момент, вот в данном видеофрагменте, пехота будет сражаться против двух артиллерий, элек и вертолета. Одна пехота. Один юнит. Против четырех юнитов. Если бы сейчас здесь стоял МБ, он бы развалился. Вертолет бы сгрыз МБ, пока... Вертолет бы сгрыз МБ, пока МБ бил бы артиллерию. Если бы на этом фрагменте был бы вертолет или там элек, они бы тоже улетели. Был бы Маус, он бы улетел. То есть на данный момент, на данный момент, пехота, единственный юнит, который имеет, допустим, 9.2, может выжить против нескольких юнитов. 8.2, 9.0, разных юнитов. В данном фрагменте это показано. Наслаждайтесь обновлением. Наконец-то пехотоводы могут быть довольны. Ну а с вами была Готика, с вами был Сократ. До новых встреч, других роликов. Не забывайте подписываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok